МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у этого выпуска. Под контролем Ахова працы. Мобильная группа Гомельского гарвы Канкама наведала предприемство «Червоный Гвоздик». Звужение проездной частки, светлодиодные светильни и новые светлофоры. У Гомеля принимают дополнительные меры повышения дорожной безопасности. Делиться радостью просто и приемно. Дачник из Решицкого района подарил новогодние древа же харам шведской горки. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Мобильная группа Гомельского гарвы Канкама протягивает мониторных вытворчастей. Сегодня я наведала государственное предприемство «Червоный Гвоздик». Причина нечеканного визита специалистов оказалась не вельми приемной. Недавно тут отбылся нечастный выпадок, подчас якого загинул работник. Разом с членами мобильной группы у рейд накировались наши корреспонденты. Державное предприемство «Червоный Гвоздик» мобильная группа Гарвы Канкама наведала летость. А тому этот приезд еще и подстава проконтролировать выполнение выданных предписаний. В общем, это предприемство хорошо известно всем гомельчанам. Миновито оно занимается ландшафтным дизайном, причем эта работа протягивается весь год. Сейчас, например, его специалисты проводят в Гомеле обрезку древ. Правда, члены мобильной группы текают не столько технологичный процесс, сколько захование техники безопасности. Только в минулые месяцы на предприемствах областного центра зарегистрированы 21 несчастный выпадок. Два человека загинули. Один из них на «Червоном Гвоздику». Работник трапил под колы погрузчика. Неправильное использование техники у Вогуля одна из основных причин, которая приводит до трагедии. Пытались достучаться до предприятий, организаций, города различной формы собственности, чтобы обратили внимание на те или иные вопросы, например, связанные с транспортом, связанные с погрузчиками. Своевременно, чтобы люди, которые управляют, проходили предсменные медицинские осмотры, предсменные медицинские осмотры, чтобы жестко было исполнение ими всех должностных обязанностей, которые они должны выполнять. Еще одна заувага членов мобильной группы Гомельска «Гарвы Конкам» отыщится о хове территории. Справа дошла до того, что, не глядяши на наявность вортовников, некоторые мясовые жихары скорочают шлях до ближайшей крамы про территорию предприемства. Об этом я не сами и рассказали супрационнику милиции. Подчас подведения выника в мониторингу, офицер поведомил об этом факте и огучил новую информацию. На предприятии установлено шесть камер видеонаблюдения, из которых только одна камера работает. Необходимы дополнительные камеры для обеспечения охраны. Не осуществляется охрана территории в ночное время. Со слов работников, они осуществляют обход территории, но документально нигде не подтверждается. Для ликвидации огученных недопрацовок непотребны значные сродки, у некоторых помешканиях просто достатково частей проводить элементарную уборку. На особных дорогах не перешкодить провести ямошный ремонт. Супрационник МНС так и не убачил на территории ни одного вогнетушителя. Есть за уваги поведение документации и увогули ее наявности. В том же питомнике у вас большая трещина на здании. Даже фотографию могу показать. То есть никаких маяков нет. То есть там угол может просто отвалиться. Я спросил, где акты. Вы говорите, у инженера по охране труда его нет. Но поверьте мне, 12 лет уже работавшего в инспекции, акты осмотра зданий и сооружений не находятся у инженера по охране труда. Есть комиссия, председателем является какое-то другое лицо. Понимаете? Инженер может участвовать. То есть у вас актов просто нет. Я в этом упражнен. По выниках мониторингу будет складен и спис рекомендаций. На их выполнение отводится 15 дней. Головная мета – не допустить на предприемстве новых несчастных выпадков. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Измитый повеличение бачности в темный час суток усталевали додатковые светлодиодные светильни. Рост травматизма означается еще на одним нерегулируемым пешеходным переходе по улице Бориса Царикова. Размещенный побачь Сельмашевский рынок сприяет массовому притоку людей. Нередкие выпадки наездов на пешеходов. В госавтоинспекции было принято решение об установке светофорного объекта, который в настоящее время скоординирован с работой светофорного объекта проспект Космонавтов Бориса Царикова. Его работа не создает проблем для движения транспорта и вместе с тем повышает безопасность пешеходов при переходе проезжей части. Зменения закранули и в улицу Советскую. Водителям треба быть особливо уважливыми и сочить задорожными знаками. Зараз, когда ехать на окерунку площадь Ленина, Нельга поворачивать налево, на улице Тимофеенки и Тельмана. Такие меры приняты в первую очередь, чтобы не створить автомобильные заторы. Наступная история, правда, подобная на новогоднюю казку. Гамельчанин подарил амаль 15-метровую елку Жахарам микрорайона Шведская горка. За реализацией этой незвычайной доброчинной акции, назирали наши корреспонденты. Эта история началась 19 листопада. На офицейный сайт Гамельского облаконкама практически одночасово пришли сразу два звороты. Жахары микрорайона Шведская горка просили привезти им живую новогоднюю елку. Зараз в этом, бадай, самым молодым микрорайоне города проживают около 13 тысяч человек. Больше из которых – молодцы и дети. Другое поведомление належало Гамельчанину, который имеет дачный участок в Речицком районе. Подару Гамелю до Нового года – елку. Древо выросло на уластном подворку. 19 ноября в этот же день поступило предложение на адрес электронной почты от жителя города Гомеля о том, что он может подарить городу Гомелю безвозмездно новогоднюю ель, домашнюю, красивую, высокую, для последующей установки в районе, в одном из районов города Гомеля, либо в каком-то другом районе. Данная инициатива жителя города послужила решению положительного вопроса об установке новогодней ели в микрорайоне «Шведская горка». Дачный участок у поселка Червоная Слобода семья Лагвиненко набыла 10 годов тому. Кажут, что уже тогда елка росла тут каля 15 годов. По великим рахункам посадить ее на проседебной территории было нелепшей идеей попередних господаров. Амаль 15-метровая древа забирала на участку практически усю вильгать. Увы, няку вырастить тут иншие культуры было непросто. Некий час елку выкористовывали подчас новогодних святов, але уреште вырешили подарить ее гамельшанам. Были случаи, гирлянды кидали, сын для своих детей, для внуков. У меня от двух сыновей девять внуков. Вот есть еще одна голубая там, которую могут тоже наряжать, если захотят. Уже они наигрались. Внуки подрастают. Ну, я думаю, правильно все мы сделали. За зеленый пригожунь у поселок Червоная Слобода Рыжевского района накировали семь работников державного предприемства «Гарсап» с усюня обходной техникой. Подай самым складанным оказалось и трапец на дачный участок по невеликих сельских улицах. Небольшая проблема – это заезд на территорию, что надо вплотную подогнать крану, трал для погрузки. Поэтому, ну, расстояние зауженное, скажем так. А так, как и в лесу, главное, чтобы был подъезд. Подъехали, отпилили, загрузили, повезли. Не, где про сорок хвилин, древо привезли у гамельский микрорайон «Шведская горка», где для его подрыхтовали специальную плясовку. Ранее дарыши елку, тем больше живую, тут не ставили. Теперь она будет створать святочный настрой и радовать мясовый же хору свою пригожостью. Правда, спотребится еще несколько дней, чтобы упрыгожить древо. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Стать червяником просто. Белорусский червоный крыш обвести у початок доброчинной акции «Елка жаданья». Ее метод – помогши детям сажмодетных, неполных и приемных семьях, а так само детям с инвалидностью отримать новогодние подарунки. Любой жадающий может выбрать один из листов до Деда Мороза, набыть необходимые вещи и передать их волонтерам червоного крыша. Это может быть одень и обуток, цацки, канцелярские и спортивные товары, и, конечно, цукерки. Сегодня у разных гандлевых кропках «Гомеля» активисты закликали необыяковых людей долучиться до доброчинной акции. Ежегодная благотворительная такая компания «Елка желаний», которая у нас проходит весь праздничный новогодний месяц. Мы собираем подарки для детей из тех семей, которые нуждаются в поддержке. И мы предлагаем всем желающим принять участие в этой такой доброй, замечательной акции, побыть в роли Деда Мороза, осуществить мечту конкретного ребенка. Елки с паштовками от детей застанутся у гандлевых объектах. Их администрация протягнет сбирать подарунки от покупников, які вырешать долучиться до акции. Передать их можно непосредственно у районной организации «Червоного крыша». Оказать поддержку максимума так само в грошовой форме. Для этого абоненты «Лайф» и «МТС» повинны дослать смс на короткий номер 553 с текстом поведомления 1473333 и указанием суммы охвирования. Новочинцы Гомельского колледжа бытового обслуговывания знов покорили журы международного фестиваля «Невские береги» в Санкт-Петербурге. Ины завоевали 15 призовых мест в разных номинациях. Сталиновитыми цирульниками и стилистами познайомилась Ганна Корольчук. У свои 19 годов Павел Иовенко мае уже три годы профессийного стажу и великую колькость диплому и узнагород. Не глядячи на то, что хлопец вучится у осяроди одних девочинок, Миновита Йон стал зоркой в своей группе и досягнул значных поспехов в мастатстве наведения прыгажостей. У фестиваля «Невские береги» Йон примал удел не одной, а селета завоевал одну из наивысшейших узнагород – Кубок за волю до перемоги. В наступном ходе Йон скончить колеч, однако со своим дальнейшим лёсом хлопец уже вызначился. Мне всегда нравились волосы, нравились красивые прически, эстетика человека, поэтому выбор пал на эту профессию, я ни капельки не жалею. Планов очень много, конечно, развивался в своей профессии. За время учебы я понял однозначно, что я буду только парикмахером, и если я буду развиваться, то буду развиваться в этой профессии. Во время учебы мне дали конкурсов, очень много опыта, мастерства, много достижений. На фестивале на ученце колледже представили две коллекции конкурсных причесок. Яны складаны в выконании и выкликают эстетичное захопление. Хамельчане выступали под керовництвом Юлии Иванчиковой – цирульника стилиста, шматрозовый, переможцы республиканских и международных чемпионатов. Тренер каже, что конкуренция была вельми высокой. У каждой номинации выступали больше за 100 человек – с России, краин Прибалтики, а так само Израиля, Узбекистана и Кореи. Жюры звертало увагу на худкость и якость выконания прически. Главными требованиями на любом чемпионате является чистая работа. Как правило, работы выполняются на время, то есть ориентировочное время 25-35 минут. Мы предварительно готовимся месяца два, чешем каждый день заранее подготовленные формы. И ребята отрабатывают для того, чтобы потом на чемпионате выйти и причесать работу чисто, быстро, по всем требованиям и критериям. Были в команде и те, кто на такой масштабный конкурс поехал в першиню. Например, Татьяна Фомченко, которая завоевала другое место у номинации «Дзённая прическа». Работу треба было выконать за 25 минут. Тому складание за все было справиться с хвалеванием и сконцентроваться. Перебороть свой страх. То, что ты стоишь и главное вспомнить то, чему тебя учили, что тебе рассказывали, что ты должен сделать. Это вот волнение, оно немножко заглушает, перебивает. Но именно перебороть саму себя. Научиться контролировать себя, свои эмоции, чтобы правильно направиться. Сырульники с Гомеля в составе республиканского объединения «Лига творчей молоди» завоевали другое место у командным першинствения узких берегов сирот края-нудельниц. Отпочивать на лаурах не ма кали. Зараз команда рыхтуется до республиканского чемпионата WorldSkills. И худко почнется под рыхтовка до конкурса «Золотая пролезка», который отбудется у Гомеля 28-го саковика. Гана Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель». Отшуть каля чаронные и мгнение запрашает картины и галереи Гаурейла Вашенки. На выставочной пляцовце по проспекте Ленина представили экспозицию антикварных предметов интерьеру с коллекцией Сергея Путилина. Это мебли, самовары разных формов и померов, иншие предметы для чая-питца. А так само апатефоны, гадинники, выробы с фарфору и шкла. Усяго больше, как 100 экспонатов. В выставочной зале одновили 4 полновартосные гостиные у разных стилях. Две русские и две европейские. Все предметы оригинальные, нет ни копий, ни репринтов и никаких повторов. Самовары мы подчеркнули гостиные, тепло, уют и Рождество, которое скоро настанет. Дворянство, купечество здесь представлено. И некоторые предметы дворцовой мебели. А малькожный экспонат потребует докладного разгляду, бо не сразу зауважаешь дробные детали, а у них сама сутность и оригинальность выставочных объектов. Убачить выставу «Калят, Чаровны и Мгненни» можно будет до Старого Нового Года. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Нашли в лесу 150 килограмм мяса дикого животного и решили забрать. В охотугодьях Светлогорского района рейдовая группа Гомельской областной инспекции охраны животного растительного мира остановила для проверки выехавший из леса автомобиль УАЗ. В багажнике инспекторы обнаружили около 150 килограмм дичи. В свое оправдание шестеро мужчин, которые находились в УАЗе, рассказали, что приехали в здешние места поохотиться. Ружья оставили у знакомого в ближайшей деревне, а сами отправились на разведку. Во время прогулки по угодям охотники якобы нашли в лесу мешки с мясом и решили забрать себе. Версию мужчин решили проверить. Пока в их отношении возбуждено уголовное дело по факту незаконной транспортировки мяса. Специалистами уже найдено место разделки туши, собранные улики, назначен ряд экспертиз. В случае подтверждения причастности подозреваемых к браконьерству им придется не только возместить около 8 тысяч рублей ущерба за незаконную добычу животного, но и выплатить крупный штраф. Также им грозит лишение права на охоту с конфискацией оружия и автомобиля. Может быть применено и наказание в виде лишения или ограничения свободы. За прошедшие сутки в регионе причиной сразу трех пожаров стала неосторожность при курении. Есть погибшие. В Лоевском районе ночью горел дом в деревне Островы. К приезду спасателей на место вызова жилой дом был полностью охвачен огнем и уже обрушилась кровля. В ходе разведки пожарные обнаружили на полу в комнате тело хозяина дома. Погибшему был 81 год. Пожар ликвидировали спасатели. Дальнейшую проверку по факту ЧП проводят следователи. Еще два пожара из-за непотушенной сигареты произошли в Гомеле. Возгорание зарегистрировано в однокомнатной квартире по улице Владимирова. Хозяин не пострадал. Поврежден лишь матрас. Подобный случай произошел в многоквартирном доме по улице Павлова. Там также обошлось без жертв. Огонь повредил диван. Выпил, угнал автомобиль, попал в ДТП. В Гомеле нетрезвый работник и стол прямо из бокса. Взял покататься чужое авто. В итоге стал виновником аварии, с которой попытался скрыться. Но его быстро разыскали сотрудники ГАИ. Нарушителем оказался 33-летний гомельчанин. В его отношении возбуждено уголовное дело за угон. Составлено пять административных протоколов. Ранее мужчина уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Сейчас угонщик задержан. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с де-факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Смена лидера. Состоялись еще два поединка 11-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ на домашнем паркете уступила Борисову 900. Исход поединка решил единственный гол, забитый борисовчанином Сергеем Гайдуком на последней минуте матча. Это поражение стоило железнодорожникам первого места в турнирной таблице. Подвинул БЧ с вершины Витен. Аршанцы нокаутировали действующего чемпиона столицу 6-0 и возглавили табель о рангах. Замыкает тройку сильнейших на данный момент еще одна гомельская команда ВРЗ. В Гомеле состоялся открытый Кубок Беларуси по плаванию среди инвалидов по слуху. Участие в турнире приняли более полусотни спортсменов из всех регионов Беларуси. Гомельские пловцы четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Мария Рудько выиграла два золота. Гомельчанка победила в финалах в плавании на спине на дистанциях 50 и 100 метров. Геннадий Цирон первенствовал на 50-метровке вольным стилем. Анастасия Филиппчик первой финишировала на дистанции 200 метров вольным стилем. Гомельские спортсмены с победы стартовали во втором сезоне юношеской лиги бокса. Сборная нашего региона в матчевой встрече оказалась сильнее сверстников из Минской области. Причем победа была весьма уверенной. Гомельчане выиграли в 12 из 16 поединков. В Гомеле завершилась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. В первой группе состязались юноши и девушки в возрасте 13-14 лет. По итогам двух соревновательных дней определились команды, которые будут представлять наш регион на республиканской спартакиаде. В первой группе честь Гомельской области будут защищать сборные областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике и Гомельский сдюшор профсоюзов СОЖ. Во второй группе Добружская детско-юношеская спортивная школа. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.